Здравствуйте! Меня зовут Елена Улинёнок. Я приехала из Эстонии. Это небольшая страна в Северной Европе. Находится на границе с Россией и Латвией. Наша страна, она хоть маленькая, но у неё очень большие возможности для обучения. Как для детей, как для взрослых, так и для людей с особыми потребностями. В данный момент я представляю организацию МТЮ УССИЛТ и КАЙСТУТ ЭЛУ. КАЙСТУТ ЭЛУ – это защищённая жизнь. В нашем проекте, в нашей организации принимают участие люди с пониженной трудоспособностью. И у нас есть четыре направления нашей деятельности. Первое из них – садоводство, где мы выращиваем растения и овощные культуры. Второе направление – это строительство, где ребята приобретают навык строительства и ремонта помещений. Третье наше направление, которое мы развиваем, это непосредственно связано с керамикой, ручным трудом. Ребята этого направления как раз и сейчас представлены в нашем проекте более подробно. Так как показала практика, именно ручной труд позволяет повысить когнитивные способности данных ребят. И развивает их спектр не только в возготовлении каких-то изделий, а и в том, чтобы жизнь их стала более значимой. Потому что каждый продукт, который изделия они делают, они туда вкладывают кусочек своего сердца и своей души. Данное направление керамика – это еще и визитная карточка нашей Эстонии, потому что это большой культурный пласт, который лежит в основании нашего государства. Поэтому здесь идет не только получение у ребят навыков трудотерапии, так называемой эрготерапии, но еще и знакомство с историей собственного государства. Очень важно в процессе того, что они занимаются таким трудом, связанным с изготовлением керамических изделий, что есть изделия, которые простые. И ребенок или взрослый человек может это сделать сам. От и до. К примеру, пуговицы. Мы называем пуговицы счастья. Есть изделия, которые более сложные. Там применяется групповой метод работы. Кто-то делает ручку для кружки, например, кто-то делает основу для кружки, кто-то делает, к примеру, дно для кружки. Четвертый может человек просто присоединить эту кружку к готовому изделию. Это получается уже коллективный труд. То, что, в принципе, тоже очень важно и значимо для данных категории ребят и взрослых. Конечно, стоит отметить очень важный момент. Самостоятельно данная категория людей, работать им тяжело. Поэтому у каждого направления в нашем МТЮ есть свои менторы или руководители, которые непосредственно участвуют в творческом процессе наших ребят. Если смотреть, уже получая обратную связь, посмотреть, что было до и после, МТЮ действует всего 4 года. Если ребята приходят к нам очень замкнутые, закрытые, но через свой труд, через то, что они делают, они начинают гармонично вливаться в мир взрослых людей. Поэтому и центр наш называется адаптационный. Мы не только обучаем, мы еще и социализируем людей. И я являюсь как раз тем самым социальным координатором данного МТЮ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok